Средиземное море 2528 мигрантов на 40% больше, чем в январе прошлого года. Италия уже многие годы бьет тревогу по поводу ситуации с нелегальной миграцией и просит содействия у стран ЕС. Осенью 2013 года в результате двух кораблекрушений погибли около 400 человек. Итальянское правительство, не дождавшись помощи ЕС, приняло решение о финансировании операции, получившей название «Мариностром – наше море». Благодаря этим действиям удалось спасти 150 тысяч жизней. Помощь Италии предложила только Словения. Остальные европейские страны заявили, что подобные спасательные операции – приглашение для еще большего числа нелегальных мигрантов попасть в Европу. Но Италия была вынуждена свернуть проведение операции из-за высокой стоимости 9 миллионов евро ежемесячно. В общей сложности из бюджета было потрачено 114 миллионов евро. Ежедневно в операции «Мариностром» принимали участие 900 военных. Были задействованы 32 морских судна при поддержке авиации. В августе прошлого года Еврокомиссия объявила о начале новой операции в Средиземном море. Операция «Фронт Экс Плюс» заменит «Мариностром», хотя не в том же объеме. «Мариностром» была очень амбициозная операция, и мы не знаем, сможем ли найти столько же средств, сколько потратила Италия. Позднее операция получила название «Тритон», но на ее проведение отвалится всего лишь около 3 миллионов евро ежемесячно. Принять участие согласились 19 стран на ротационной основе. В итоге каждый месяц два корабля, четыре патрульных судна, два самолета и один вертолет под руководством двух европейских стран следят за ситуацией в Средиземном море. Но операция «Тритон», в отличие от «Мариностром», не предназначена для спасения нелегальных мигрантов. Ее главная задача – пограничный контроль у берегов Италии. В ООН заявляют, что требуется более серьезное вмешательство. Парламентская ассамблея Совета Европы призывает к разработке новой инициативы с более широким финансированием, включающей спасение людей, борьбу с контрабандистами, которые обогащаются на перевозке нелегальных мигрантов.